В йоге эту человеческую систему мы рассматриваем как пять оболочек, или пять слоёв, пять слоёв тела. В системе йоги нет такого понятия, как ум. Всё рассматривается как тело, поскольку мы смотрим на это как на технологию для трансформации. Эти тела называются ана-майкоша, манно-майкоша, прана-майкоша, вигьяна-майкоша и ананда-майкоша. Анна — значит пища, которую вы съели. То, что вы называете своим телом, — это просто пища, которую вы съели, не так ли? Это просто накопление еды. Маленькое или большое зависит от вас, но в любом случае это накопление еды. Не так ли? Точно так же, как у вас есть физическое тело, которое вы накопили из внешних источников. У вас есть и ментальное тело. Когда мы говорим «ум», мы не имеем в виду, что он находится там или здесь. Каждая клетка в теле обладает собственным разумом. Каждая клетка в теле обладает собственной памятью. Так что это — тело ума или ментальное тело, манно-майкоша. Это как компьютер и программное обеспечение. Они не смогут работать, если вы не подключите их к качественному источнику энергии. Поэтому третий слой тела называется пранамайкоша или энергетическое тело. Эти три тела имеют физическую природу. Следующий слой тела — это переходное тело, которое называется вигьяна-майкоша. Оно в состоянии перехода от физического к нефизическому. Ему нельзя приписать каких-то физических свойств. Но в то же время оно не стало полностью нефизическим. Пятое тело называется ананда-майкоша. На английский это можно перевести как «тело блаженства». Это не значит, что внутри у вас находится шарик блаженства. Мы называем его телом блаженства, потому что когда мы соприкасаемся с ним, мы ощущаем блаженство. Поэтому мы называем его телом блаженства. Но это не является его природой. Это то, что оно в нас вызывает. Это не физическое измерение, которое является источником всего физического. Если вы приведете физическое тело, ментальное тело и энергетическое тело в состоянии сонастроенности и баланса, у вас не будет ни физических, ни психологических проблем. Все проблемы вызваны лишь отсутствием сонастроенности. Когда тело приходит в состоянии расслабленности, болезни исчезают. Поэтому только когда вы сонастроите эти три аспекта, у вас появится коридор, появится возможность прикоснуться к Ананде Майкоше, где блаженство становится естественным процессом. Это не значит, что вы испытываете блаженство благодаря чему-то. Вы просто испытываете блаженство, потому что такова природа жизни. Чтобы обрести здоровье, необходимо позаботиться о трех основополагающих аспектах. Еде, физической активности и отдыхе. Что касается еды, один из самых важных аспектов, который необходимо осознавать, после еды, что бы вы ни съели, вы должны осознанно проследить за тем, как быстро эта пища переварится и станет частью вас. Любая пища, которая переваривается дольше трех часов, для вас это плохая пища. Ее следует либо избегать, либо употреблять в меньшем количестве. Если пища покинула ваш желудок в течение трех часов, это значит, что ваша система способна эффективно переработать то, что вы съели. Может быть, это не самая лучшая еда. Но ваша система способна ее переварить. Кроме того, если между приемами пищи вы будете соблюдать перерыв 5-6 часов, и во время него не будете ничего есть, вы увидите, что начнется процесс очистки организма на клеточном уровне. И этот процесс очистки на клеточном уровне невероятно важен для здоровой жизни. Поэтому между приемами пищи должен быть промежуток по меньшей мере в 5-6 часов. Если вам больше 30 лет, то двух полноценных приемов пищи будет достаточно. Один утром и один вечером. После вечернего приема пищи и до того, как вы пойдете спать, должно пройти как минимум 3 часа. Также необходимо небольшое количество физической активности. Не обязательно очень тяжелой или напряженной активности. Просто ходьбы, танца или чего-то подобного. Придумайте что-то такое, чем вы могли бы заниматься 20-30 минут, чтобы после вечернего приема пищи у вас была какая-то физическая активность. Если вы позаботитесь об этом, то по большому счету ваш организм будет здоров. Если вы ложитесь спать, когда пища все еще находится у вас в желудке, в вашем организме возникает определенный уровень инертности. Эта инертность с точки зрения физиологии ускоряет приближение смерти. Смерть — это абсолютная инертность. Если вы идете спать с полным желудком, во-первых, это создает инертность, а во-вторых, полный желудок создает давление на другие органы в брюшной полости. Это тоже ведет к различным проблемам со здоровьем. Очень важно, чтобы пища покинула желудок до того, как вы ляжете спать, чтобы желудок не был тяжелым и не давил на другие органы, когда вы спите. Что касается активности, за это короткое время я не буду предлагать вам режим занятий. Простая вещь, которую нам необходимо понять, это то, что наше тело способно наклоняться вперед, назад и поворачиваться в стороны. Выполнять такую активность просто необходимо, в какой бы то ни было форме. Если вы занимаетесь классической хатха-йогой, это лучше всего. Это научный подход к такой активности. Если в своей жизни вы еще не пришли к этому, вы должны, по крайней мере, наклоняться вперед и назад, поворачиваться в обе стороны и приседать, чтобы растягивался позвоночник. Каждый должен делать это ежедневно, если мы хотим сохранить систему в здоровом состоянии. В особенности неврологическую систему, которая будет требовать больше внимания по мере старения. Время отдыха, который требуется каждому отдельному человеку, зависит от разных факторов. Один важный фактор – это вид и количество еды, которые употребляет человек. Когда я говорю «вид еды», я предлагаю вам поэкспериментировать с едой и выяснить, какой вид еды у вас вызывает наибольшую тяжесть, а какой дарит вам легкость и подвижность. Если вы позаботитесь о том, чтобы по крайней мере 40% вашего рациона составляли свежие овощи и фрукты, вы увидите, что тело приобретет некоторую легкость, потому что телу нужен отдых, и не обязательно это сон. Многие люди считают, что сон – это единственный способ отдыха. Нет. Пока вы сидите или стоите, вы можете быть либо в состоянии покоя, либо возбуждения, либо инертности. Если вы пребываете в оживленном состоянии покоя, в каждое мгновение своей жизни, вы увидите, что количество сна, которое вам требуется, снизится. Смазывающая жидкость в ваших суставах может скапливаться с одной стороны сустава и прекращать циркуляцию. Поэтому, когда вы встаете, вашему телу нужно в первую очередь смазать суставы. Движение рук по направлениям – это простой способ добиться этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова